Как гетя Вер и Аурекс. Конец отношений всегда несколько болезненным и приходит с какой-то негатива или конфронтации. Даже если вы потеряли интерес к своему партнеру и не чувствовал любовь больше, он все еще может быть трудно двигаться дальше, потому что они являются неотъемлемой частью вашей жизни. Добавьте осложнение того, чтобы следить за своим бывшим движением на новых романтических переживаниях и последовавших упадений с некоторыми общими друзьями, и это не будет ничего удивительного, что распады с тревогой избегать. Вот некоторые шаги для борьбы с этим эмоционально напряженное время. Не жалейте для себя. Каждый так называемый шаг назад – возможность прыгнуть вперед. Поверьте, что вы можете получить над этим человеком, потому что вы будете. Составьте список всех причин, почему вы заслуживаете быть счастливым. Это будет держать вас от себя жалеть. Список друзей, семьи, возможности, общее состояние здоровья. Когда вы подытожить, сколько у вас есть, вы будете чувствовать себя лучше мгновенно. Избавьтесь от всего, что напоминает вам этого лица – картины, подарки, номер телефона и т.д. Вы не должны уничтожить вещи, если данное лицо не является негативной силой в вашей жизни. Тучка эти вещи в надежном месте. Правда состоит в том, что в дальнейшем вы будете счастливы. Вы сохранили воспоминания, даже если человек не был самым большим. Думайте к себе. Был ли этот человек даже обращаться со мной, не так ли? Он, она заставляет меня плакать или смеяться больше. Потратьте некоторое время и все обдумать. Составьте список всех вещей, которые ваш бывший сделал, что, возможно, беспокоит вас. Запишите их частично из-за закрытия, а также частично в списке вещей, которые вы не будете искать в новом партнере. Хотя это трудно найти совершенство, это хорошо, чтобы не делать те же ошибки дважды. Повеселись. Вы ходите с друзьями, поиграть в боулинг, в кино, катание на коньках, или даже пойти на свидание. Что-нибудь, чтобы отвлечься от вашего бывшего. Некоторые примеры вещей для удовольствия вы могли бы попробовать сделать. Проведите выходные, имеющие 80-х кино-марафон. Аренда или скачать как много фильмов из 80-х, или любое другое десятилетие, и поп их с некоторыми друзьями. Это не становится лучше, чем Джон Кейсаки и Джеймили Кертис. Создайте свой собственный горкой, или пойти в аквапарк. Поместите скользкий брезент вниз в вашем дворе и держать шланг включенным. Скольжение и скользят вниз брезент, как пуля. Дизайн и сделать некоторые оригинальные футболки. Отправить некоторые проекты прочь к футболке поставщика, или купить экран шелка и сделать футболки самостоятельно. Дайте вашу группу друзей и имя позволяют им внести свой вклад в дизайн. Перейти на отдых. Это не должно быть далеко, это может быть так близко, как соседний город вдали. Но немного времени для себя, или с друзьями, действительно даст вам новую перспективу. Возьмите в естественную красоту этого места вы собираетесь. Найти счастье в этой красоте. Если вы не хотите тратить деньги на отпуск, попробуйте приготовить. Приготовление пищи может быть очень успокаивающим и расслабляющим. Получить рецепт блюда, которое вы хотите научиться делать и готовить его для друзей или семьи, вы не должны есть в одиночку. Не разговаривайте с теми же друзьями, которые знают его, и ее. Лучше всего держать дистанцию от друзей вашей бывшей, даже если они хорошие люди. Причина заключается в том, что вы хотите, чтобы попытаться восстановить свою жизнь с нуля, и вы не хотите, чтобы быть отстранился в водоворот вашей прежней жизни. Если вы видите своих друзей, не избегать их. Но не выходите из своего пути, чтобы сделать планы с ними. Вы хотите быть гражданским и уважительно, но это трудно, чтобы получить над вашим бывшим, когда его или ее друзья постоянно напоминать вам о них. Если друзья ваш бывший спросим вас, почему вы избежать их, просто сказать что-то вроде, «Я действительно пытаюсь сделать какое-то время для себя в то время как я был с ваш бывшей, я не всегда добраться. Теперь, когда мы больше не вместе, я делаю, что в приоритетном порядке». Несмотря на то, что они не всегда помогают поговорить с семьей. Они всегда там для вас, и они могут определенно держать свой ум от вещей. Знайте, что ваша семья любит вас безусловно, и что вы можете поговорить с ними больше, чем вы думаете. Если вы смущены, подумайте о том, когда ваши родители были моложе. Они испытывали одни и те же вещи, и артбряк, сминает, нерешительность, и все это, а это значит, что они ранее прошли через те же вещи. Вы можете быть в состоянии получить некоторую мудрость говорить с ними. Если что-то вы были смысл сделать некоторое время. Когда вы находитесь в отношениях, вы сделаете время для другого человека. Иногда это означает жертвовать вещи, которые вы хотите сделать или запланировали. Теперь, когда вы уже не в отношениях, вы можете делать то, что-то смысл делать. Может быть, вы смысл пойти добровольцем в местном банке крови, может быть, вы хотели посетить ваши бабушки и дедушки, может быть, вы хотели, чтобы наконец-то получить, что она тест по математике, бы то ни было, положить все ваше существо в достижение этого. Даже если вы и ваш бывший согласились быть друзьями, отрезать контакт с этим человеком на некоторое время. Убедитесь, что когда вы говорите с ним, ни снова у вас нет каких-либо оставшихся чувств. Найти замыкание. Вам не обязательно нужен новый партнер, но убедитесь, что вы на 100% по сравнению с вашим бывшим, прежде чем искать дружбу. Даже не смотрите на него, нее, когда он, она пытается установить контакт с вами. Это будет показать ему, ей, что вы решили забыть о нем, ней. Найти простой способ, чтобы вознаградить себя. Побалуйте себя немного. Это не должно быть большим, потому что это мысль, которая рассчитывает. Может быть, дать себе спадень, или испечь что-то, что удовлетворит ваш сладкий зуб. Сделайте что-нибудь, что ваша любовь количественна для себя. Держитесь подальше от алкоголя и других стимуляторов. В фильмах, распад обычно сопровождается кинозвездой тянется за глотком виски. Алкоголь и другие стимуляторы не сделают ваш распад проще, не полагаться на них, чтобы получить над вашим бывшим. Убедитесь, что вы заняты. Посвятим себя на работу или в школу. Вы знаете, что они говорят о праздных рук. Если вы потеряете себя в погоне, что вы найдете смысл, получить над вашим бывшим не будет казаться наполовину так плохо. Знаете, что вы не одиноки в этом путешествии. Вы думаете, что вы единственный, кто когда-либо чувствовал себя больно, как это. Это неправда. Вы получите над ним, ней. Время является великим целителем. Не вернуться с этим человеком, если вы чувствуете, что все это человек делает это тебе больно. Продолжайте думать о причине вы расстались. Вы не хотите идти по этому пути, опять же, не так ли? Советы. Вы не собираетесь оставаться несчастным навсегда. Вы можете также просто начать получать счастливый сейчас. Просто помните, что если вы думаете, если я изменить себя, чем я мог бы привлечь его, ее, ты, кто ты. Не меняют для парня или девушки, потому что человек только должен любить вас за то, как вы. Попробуйте сделать новые воспоминания с людьми, которые не являются ваши бывшие. Например, если в последний раз вы пошли в свой любимый ресторан был с вашим бывшим, пригласить друга, чтобы пойти с вами. Таким образом, вы не будете думать о нем, не и каждый раз, когда вы думаете о вышеупомянутом ресторане. Попробуйте создать эти новые воспоминания, как в многих областях, как это возможно, так будет сведено к минимуму напоминания о вашей бывшей. Слушайте некоторые действительно хорошую музыку. Не показывать ему, ей, что вы заботитесь. Даже если вы делаете, действовать, как вы этого не делают. Позже вы поймете, что вы больше не волнует. Если вы видите его, ее публично не говорят привет или что-нибудь не участвуют в разговоре, что делает вы хотите просто упасть в его объятия и поцеловать его, ее, потому что тогда вы будете идти по тому же пути, и тогда вы получите больно снова и снова. Не спешите в новые отношения. Вы не хотите, чтобы перетащить ваши проблемы в чужой жизни. Вы можете закончить тем, понимая, что ваш новый партнер кто-то вы едва знаете, или не имеют никакого интереса. Не зацикливайтесь на получении даже. Фокусно становится лучше. Не бойтесь видеть других людей, но не пытаются получить новый друг, подруга слишком рано. Дайте себе время, чтобы залечить время, чтобы весело провести время с друзьями и быть единичными. Старайтесь думать позитивно. Вещи случаются по причине. Постарайтесь игнорировать его, чтобы показать ему, ей, что вы не чувствуете себя плохо о Райспаде. Старайтесь не делать каких-либо контактов с ним, не тусоваться с друзьями, чтобы не видеть его, ее. Субтитры создавал DimaTorzok